Ну что, всем доброго дня! Очень давно не было видео, я был в отпуске Отдыхал, вот приехал, сейчас я перешел уже в Долгопрудный Адрес здесь у нас Лихачевский проезд, дом 18А Вот он наш цех, здесь работаем, все как бы обустраиваем, еще много работы, со временем все сделаем Работа пошла, работаем, сейчас занимаюсь там мелочами Сейчас приезжают постоянно мои клиенты Они говорят, ну, все спрашивают, ну как ты здесь, что здесь удобнее, лучше Вот один из клиентов тоже, Hyundai Grand Starks у нас Полноприводный у этого, этот клиент очень давно у меня обслуживается У него был обычный Grand Starks, евро шестой Он заменил его на полноприводный, точно такой же, только полноприводный Потому что что-то там на обычном, не мог проехать на дачу Приехал, беспокоит по утрам свист, шум, всякие непонятные звуки, он там как бы весь на эмоциях Пробег здесь родной 76, я проверил, родной не скручен пробег И обнаружились такие вещи Вот, я, кстати, ремень отрезал Отрезал приводной ремень, ремень свистел очень сильно Дребезжал, когда именно включаешь кондиционер Вот этот ремень вот так вот прям пытался выпрыгнуть оттуда из-под капота Издавал такой прям ужасный характерный звук Как будто пластик где-то откручен или отломан Что мы выяснили? Мотор здесь, кстати, евро шестой То есть топливные форсунки уже Денса у нас Вот, евро шестой Зашумели все четыре ролика Вышел из строя у нас приводной ремень То есть, ну, он все, он сухой уже Кусочки отваливаются, стали полопаться Но, еще одна особенность У нас вот эту, где-то я говорил в каком-то видео Так происходит, такое прыгание ремня нехорошее Когда клинит шкив генератор То есть, обгонная муфта, кто ее там называет Или что-то еще То есть, она у нас заклинила вообще На евро шесть это сейчас То есть, на евро четыре, евро пять И евро шесть все шки выразны То есть, на каждый Грандстарк свой шкив, своя муфта И еще вот такая штука Почему я отрезал ремень? А ремень я отрезал, потому что Я стал сейчас сталкиваться, что Механизм натяжного ролика Если мы возьмем любой двигатель Д4ЦБ Там с 2002 года Там с 2002 года по 2014 год Я ни разу не столкнулся, чтобы разбило или сломало пружину механизм Но вот уже наш один и Грандстарк после 2016 года Это прям болячка То есть, вот я сейчас вставляю длинный ключ на 17 Вот, и при попытке То есть, ты смотри, что он сделал Он начал ходить немножко А, я его назад потянул Конечно, наглякой хотел открутить То есть, вот этот шкив был заклинивший полностью Сейчас я его откручу, и мы увидим там неисправность У кого-то ломает пружину, он у нас заскакивает Там на друг дружку, клинит И вот этот вот наш натяжник Был заклинивший Сейчас я откручу и сниму Тут меняем, получается, 4 ролика Один у нас широкий, нижний самый И три обычных Сейчас я его... Вот тут, конечно, всегда... Вот этот ролик, он отдельно от натяжителя Можно также сменить Это обычный ролик Но на современных Грандстарксах Советую менять сразу с натяжителем Потому что, ну вот, не ходят они Не знаю, вот этот пружинный механизм Стало разбивать там втулку Очень плохого качества все это И вот даже болт, вот он не откручивается Сейчас там этот болт Болт ролика, который вкручивается в натяжителе Он оттуда постоянно на новых моделях Он выкручивается С кусками алюминия Я не знаю, чем они там закручивают И как его закручивать Или какой там... Обрабатывают резбуток, не знаю, шаг Что вот всегда приходится мучиться вот так То есть, если раньше стоило только сорвать То теперь уже и каждый ролик отворачивался Легко руками То не здесь, не в этом случае Сейчас я вам сниму натяжитель Покажу и покажу еще одну вещь Допустим, по ВИН-коду По ВИН-коду получаются вот эти ролики Они все свои То есть, они идут... То есть, якобы от Евро-6 родные Допустим, Евро-3, Евро-4, Евро-5 Это один и тот же ролик На Евро-6 они немножко изменили ему форму Вот здесь у него видно сразу вот он выброс Если его отломить, то там, скорее всего, увидим Сломанную пружину или что-то еще Разбитый Не вскрывал он ни разу, кстати С этим я стал сталкиваться где-то буквально последние два года Даже он изменил форму То есть, раньше он был немножко другой формы Не знаю, что они там изменили Но он стал клинить, ломать пружину Ломать там, разбивать втулку и что-то еще То есть, до сих пор приезжает машина Там, пятого, второго, десятого года И я туда даже не заглядываю Просто сприговариваю ремень ролики Без натяжителя Вот он ролик Смотрите, Евро-6 Допустим, вот он обычный Евро-4 Смотрите, вот он один в один Немножечко они там поставили другой подшипник И что-то, да Но по Вину он совсем другой Уже не один год Не один год мы уже ставим Ставим туда ролики Такие же GMB-шные Там или, допустим, Мобис Вот И ставим обычные от Евро-4 Этот ролик Вот он у нас получается Евро-6 По Вину он другой И стоимость его в два раза больше Поэтому нет смысла вам переплачивать Вы можете взять такой же оригинальный ролик От Евро-4 Или Евро-5 Он будет дешевле По качеству, конечно, не знаю Вот у этого, смотрите дальше У натяжного ролика Вот он У него немножко другая уже форма То есть, если мы Вот он наш болт А, нет, нет, вот он Вот он у нас так стоит И вот мы берем обычный То здесь уже Вот эта шайба не подходит Она будет упираться Но Учитывая, что Наш натяжной ролик будет в сборе Поэтому там будет Своя шайба Отклонений ремня Никакого нет У этих роликов То есть все одно и то Поэтому можете Не переживать Будем менять шкив Генератора Шкив генератора тоже Будем стоять неоригинальный Не знаю, какой фирмы Не скажу В принципе, много разных фирм Там ставим Вроде бы все ходит И работает Нет жалоб Бывает такое, что Да, там полтора-два года И заново Одно я знаю точно Что оригинальный шкив Может стоить 9 А то и 13 тысяч То есть только сам Оригинальный шкив То есть вот эта Обгонная муфта На генератор Все зависит от Какой у вас класс То есть евро 4 Евро 5 Или евро 6 Поэтому Часто ставим неоригинал Ну и как бы Нет такого, что там Часто бы они клинили Отваливались Разваливались То есть проблем Как бы таких Основных нет Да, у меня тоже есть Гранд Старекс Евро 5 Получается Вот за 320 тысяч Я ставил Два не оригинали Шкива Допустим Вот буквально Этой весной Я тоже менял Ставил новый Не знаю Даже может быть Китайский Вот Поставил Ну все Пока прекрасно работает Так Ну все Увидели Да? Услышали? То есть Если вы Делаете сами Меняете ремень Или ролики Или делаете В техцентре То есть Спросите мастера Чтобы он Проверил Именно Начинной механизм Проверить его Очень просто Подклинивает Или нет Держит Опять же Когда ломается Лопается пружина Он очень слабо ходит То есть Это как в машине Пружину ломает И одна сторона Заваливается Так же и здесь Тоже Пружина внутри Лопается И он становится Такой Очень-очень Мягенький Вот А должно быть Довольно Сильное усилие Поэтому Все Кто После Шестнадцатого Года Следим При замене Роликов Следим За Шкивом Генератора То есть За обгонной Муфтой И следим За самим Натяжным Механизмом Ну что Всем счастливо Ждем вас Приезжайте Работа Все есть Работаем Здесь Как бы Активно Также есть Кофе Комната Отдыха Телевизор Все Всем до новых встреч Субтитры